МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости нашего города. Меня зовут Оксана Балун. Здравствуйте. И вот некоторые темы выпуска. Здоровый работник, залог успеха предприятия. В Газпроме в Сумуравленко подвели промежуточные итоги работы по одному из самых основных направлений социальной политики руководства. Вредные привычки нужно бросать. Трехдневный семинар в нашем городе провел научный эксперт по вопросам наркотизма и трезвости Организации объединенных наций Александр Майюров. И модная полиция. Новую форму для стражи порядка утвердил министр внутренних дел. Начну с главной политической новости Ямала. В Надымском районе назначен новый глава. Кандидатуру Станислава Шигурова единогласно утвердили депутаты районной думы. Участие в заседании принял и губернатор Дмитрий Кобылкин. Он поздравил нового главу, назвал эту должность очень ответственной, а муниципалитет непростым. Он также отметил, что в истории Ямала встречается очень много сложных моментов. Жизнь постоянно ставила перед округом трудные задачи. Но, несмотря на это, общая динамика развития региона была всегда положительной. Также Кобылкин сказал, что считает наиглавнейшей задачей не просто сохранить потенциал развития региона, но и развить его, поднять на качественно новый уровень. Мы не собираемся строить новые города, но очень хочу, чтобы у нас были достроены железная и автомобильная дороги, чтобы не снижалась динамика ввода жилья. Конечно, нам нужно развивать государственно-частное партнерство. Благодарю депутатов, а в их лице всех жителей Надыма и Надымского района за доверие, выраженное Станиславу Шигурову, муниципалитет всегда может рассчитывать на поддержку округа. Ямальским госслужащим запретят брать подарки. Соответствующий проект, постановление губернатора округа, подготовлен на Ямале. Пресс-служба правительства сообщает, документ призван искоренить систему поочерения чиновников за их действия или бездействия. Напомню, согласно федеральному и окружному законам о государственной и гражданской службе, чиновникам запрещено получать вознаграждения, связанные с исполнением должностных обязанностей, будь то подарки, деньги или услуги. Принятие дар госслужащий может только в ходе протокольного мероприятия или служебной командировки, и то, если стоимость подарка не превышает трех тысяч рублей. В противном случае его признают федеральной или региональной собственностью, и изымут. Специалисты Ямальского управления по противодействию коррупции считают, что должностные лица должны окончательно понять разницу между даром и взяткой. Новое обмундирование, в котором все чаще появляются на улицах полицейские, теперь окончательно утверждено министром внутренних дел России. Приказ Владимира Колокольцева опубликован в российской газете. Один из важнейших элементов новой формы – нагрудный знак и бейдж, которые удостоверяют личность сотрудника, несущего службу в общественных местах. Ну а главное отличие новой формы от старой ее цвет – темно-синий вместо темно-серого. В числе нововведений – ветровлагозащитный костюм, демисезонный костюм и джемпер. У офицеров полиции появилась возможность вместо шапки или фуражки носить бейсболку, а вот специально для районов с холодным климатом разработан зимний костюм с натуральным меховым съемным утеплителем, выдерживающим до 40 градусов мороза. Обувь, модели которой разработаны для каждого сезона, изготавливаются из натуральной кожи. Стоимость одного такого костюма до 35 тысяч рублей. В Муравленко сотрудники пожарной охраны проводят профилактическую операцию жилье. Ежедневно спасатели посещают десятки квартир, знакомят горожан с правилами пожарной безопасности, а также проверяют, насколько дома соответствуют этим самым нормам безопасности. В одном из таких рейдов побывал и наш корреспондент Евгений Дегтяренко. Ему слово. Муравленковцы с пониманием относятся к вечерним визитам в их дома спасателей. Даже ребенок понимает, какие последствия приносит пожар, поэтому лишним инструктаж не будет. К тому же гости проверят безопасность жилья. К примеру, Василий, житель одной из деревяшек на Новоселов, считает это необходимым. Ему неприятно вспоминать, как несколько лет назад произошел пожар в его доме. У меня дом горел. Я жил как раз здесь. То есть знаете, что правила нужно соблюдать? Да. Пожарные не только проводят профилактические беседы с населением, но и оставляют горожанам памятки, чтобы у людей перед глазами всегда были печатные листовки с правилами пожарной безопасности и с инструкциями, как вести себя в случае ЧП. Брошенный окурок в окно может подхватиться ветром, занести на чужой балкон и случится пожар. Такие случаи также у меня были. В практике Лейна 93 у меня горела. Непотушенный брошенный окурок. Муравленко немалую долю жилого фонда до сих пор составляют деревянные дома. К ним самое пристальное внимание. Особому осмотру подвергаются нежилые помещения деревяшек. Также в ходе операции жилье проверяется состояние жилого фонда, то есть захламленность пути эвакуации, чердаки открыты-закрыты, подвальные пространства, чтобы как бы не было доступа. Операцию жилье не случайно проводят в середине осени. По статистике, именно в это время на Ямале происходит наибольшее число пожаров. До 5 ноября спасатели посетят квартиры более чем в 100 домах Муравленко, проинспектируют пожарные и противопожарную деятельность управляющих компаний. Евгений Дегтяренко, Тимофей Сапильник. Новости нашего города. 10 октября – Всемирный день психического здоровья. Эту дату начали отмечать более 20 лет назад по инициативе Всемирной организации здравоохранения. В России к празднику присоединились в 2002 году. Психическое здоровье граждан – один из показателей благополучия страны. Осенняя хандра, стрессы из-за семейных неурядиц пагубно сказываются на работоспособности и жизненном оптимизме людей. Помочь им справиться с депрессией стараются специалисты социальных служб. В Муравненко этим занимается психолог-консультант молодежного ресурсного центра. Людмила Желток. К ней горожане несут свои семейные рабочие проблемы. Просят совета, как выйти из конфликтных ситуаций. Моя задача не является осчастливить человека, скажем так, в всю же секунду. Но, если говорить так откровенно, то, в принципе, я довольна результатом тех, кто ко мне приходил. То есть они, в принципе, смотрели на свои проблемы со стороны, и они увидели пути ее решения. Приходя со слезами, уходя с улыбкой, мне это как профессионалу и психологу доставляет такое профессиональное удовольствие, скажем так, что человек все-таки стал на ступеньку выше своих проблемах и помог себе в чем-то решить их. В Муравленко прошел семинар по антинаркотическому воспитанию молодежи. Занятие проводил профессор, президент Международной академии трезвости, научный эксперт по вопросам наркотизма и трезвости Организации Объединенных Наций Александра Майюров. В программе семинара беседы, лекции, тренинги, дискуссии, круглые столы и практические занятия. Безвредных доз алкоголя, как и никотина, не существует, как не существует и безвредных наркотиков. Это аксиома, но не все ее воспринимают всерьез. Вот и пытается Александр Майюров, профессор, президент Международной академии трезвости, донести важность существующей проблемы до своих слушателей. В Муравленко это школьники и их родители, врачи, учителя. Вот по причине потребления алкоголя мы с вами в России вымираем на 800 тысяч примерно, вот цифры, близко к 800, каждый год. По причине потребления тысяч, а что такое 800 тысяч? Это крупный город или небольшой субъект федерации. По причине потребления табачища 400 тысяч. Сам Майюров утверждает, что никогда в жизни не пробовал ни алкоголя, ни сигарет. Вырос он в семье сельских учителей, которые не имели пагубных привычек и тем самым были примером для своего сына. Родителям профессора сейчас за 90, они ведут активный образ жизни и на здоровье не жалуются. Избавиться от вредной зависимости непросто, но возможно, говорит Майюров. Он предлагает методы полунаучные, полународные, с помощью которых излечились тысячи людей от пристрастия к табаку, алкоголю и наркотикам. Кто-то в зале слушает лектора настороженно, а кто-то записывает советы. Массу вопросов профессору задают дети. Это было очень интересно для меня, очень удивительно, даже захватывающе немного. Вот эти видеоролики мне больше всех понравились. Смотрели мы видео, как это плохо. И я очень хочу, чтобы мои родители больше не курили. Татьяна Сорокина, Вадим Братчик. Новости нашего города. И сегодня Александр Майюров ответил на вопросы нашего корреспондента в рубрике «Актуальное интервью». Александр Майюров – профессор, президент Международной Академии Трезвости, коллективный член ООН, эксперт ООН по алкогольным и наркотическим проблемам. До 2012 года на протяжении 8 лет являлся экспертом Государственной Думы по проблеме алкоголизма, наркомании и табакокурения. Александр Николаевич, чем занимаетесь сейчас? Я президент Академии. И в первую очередь, конечно, это… А у нас отделение 35 в мире. И хотя бы раз в год я должен куда-то съездить и побывать обязательно. А еще в 70 странах, наши коллеги, с ними тоже надо общаться. У нас, знаете, вот если вы идете на наш сайт академический, то мероприятий каждый месяц, больших крупных мероприятий, 4-5 мировых. А еще надо книжки издавать и прочее, прочее. Я автор более 100 книг. Более того, у нас есть огромный издательский проект. Мы сейчас по типу молодогвардейской «Жизнь замечательных людей» делаем «Апостолов трезвости». Это 100 книг. Сейчас уже первые книги пошли, первые две издали. И вот 100 книг на ближайшие 10 лет. И более того, огромнейший проект – это международная энциклопедия наркотизма и трезвости. Борьба с алкоголизмом – это дело в вашей жизни? Не с алкоголизмом, а борьба за трезвость. А решает проблемы другие вещи. Причина их две. Это доступность. То есть сокращение широчайшей доступности табачища, винища и других наркотиков нелегальных. Это первое. А второе – это наше с вами перепрограммирование. В хорошем смысле это слово – программирование. У нас программы сидят питейные, пропитейные и протабачные. Вот у всех. Вы же видели сегодня в зале? Все подняли руки. Все дети подняли руки. Полный зал битком, везде курят и пьют. Почему именно эта проблема стала делом в вашей жизни? Вы знаете, мне как-то было обидно. Вот у нас семьи не пьют, а у моих друзей, просто моих друзей, а там проблема. И мне было обидно. И я думал, что же делать? Вот что же делать? Это был конец 60-х годов. И мы тогда создали партию трезвости. Мы должны выжить, сохраниться и быть хорошим цивилизованным государством. Но слава Богу, что я еще хочу повторить, что наши лидеры страны это понимают, начинают проникать этой темой. Я думаю, что у нас что-то получится. Одно из основных направлений социальной политики руководства Госпромневчиму Равленко – укрепление здоровья трудового коллектива. О том, какую работу для этого проводят в нашем следующем сюжете. На основе договора добровольно-медицинского страхования филиала Госпромневчим Муравленко с ноябрьским филиалом САГАЗ действуют две программы. По первой из них нефтяникам оказывают любую амбулаторную и стационарные помощи. По второй – предоставляют реабилитационно-восстановительное лечение. Программы добровольно-медицинского страхования обеспечивают сотрудникам одновременно как высокое качество медицинской помощи, так и высокий уровень сервиса, позволяющий сократить затраты времени на ее получение. В филиале создана комиссия по социальным проектам. По решению комиссии направление на абитуционное восстановительное лечение выделяется работнику филиала и одному члену его семьи раз в два года. В начале года в Госпромневчим Муравленко углубленное медицинское обследование прошли 1178 человек. Специально для этого в Муравленко приезжали высококвалифицированные специалисты из Екатеринбурга, применяли самое современное диагностическое оборудование. Мы консультируем работников для того, чтобы поставить точный диагноз и расписать лечение. В результате на лечение или дополнительное обследование в лучшие клиники страны предприятие направило 72 человека. Вообще же ежегодно в Санатории России на реабилитационно-восстановительное лечение направляют около 850 работников и членов их семей. А с этого года поправить свое здоровье можно и в отделении восстановительного лечения Муравленковской горбольницы. Здесь и тепло, и грязь лечения, парафина и азокеритное лечение, рефлексотерапия, гидротерапия, больная терапия. Все виды электро- и светолечения, массажные процедуры. Имеется процедурный кабинет и фитобар. Причем лечение в здравнице можно проходить без отрыва от работы и семьи. Самое главное это у нас работник. Все направлено на это. И в 2013 году у нас запланировано по графику 380 работников, которые пройдут лечение ОВЛ в городе Муравленко. Евгений Дегтяренко, Вадим Братчик. Новости нашего города. 10 октября в филиале «Газпромнефть» Муравленко поздравляли юбиляров. Большинство из тех, кого участвовали сегодня, проработали в компании свыше 20 лет. В списке приглашенных больше 30 человек. Председатель правкома «Газпромнефть» Муравленко Николай Варакин отметил, что каждый из них является достойным примером для молодых сотрудников и пожелал, чтобы ветераны пользовались достойным уважением и их всегда окружали приятные люди. Муравленко впервые принимает участников соревнований по пулевой стрельбе в рамках окружной спартакиады трудящихся. Сейчас в городском тире идут последние приготовления к турниру. В состязаниях примут участие около 40 спортсменов из 6 муниципалитетов Ямала. Муравленко, Ноябрьско, Губкинского, Новоуренгоя, Уровского и Надымского районов. Сегодня у команд день приезда и пробные стрельбы. А уже завтра определятся первые призеры спартакиады. Добавлю, что специально к этим стартам в тире обновили стрелковые стенды. 11 числа торжественное открытие. После торжественного открытия будем стрелять пневматическое оружие, винтовку и пистолет. 12 числа стреляем малокалиберную винтовку лежа. И 13 числа малокалиберный пистолет 25 метров. И торжественное закрытие подведения итогов соревнований. Ну а в завершении коротко о том, что на этой неделе расскажут своим читателям корреспонденты газеты «Слово нефтяника». Слово нефтяника. Читайте в свежем выпуске. Многие люди, когда сталкиваются с жизненными проблемами, часто срываются, уходят в себя, опускают руки и теряются в жизни. Но Светлана Хайординова не из их числа. На собственном примере она доказывает, что главное – это в первую очередь победить себя и свое уныние. Получив инвалидность, жительница Муравленко не сдалась. Нашла себя в спорте, а недавно взяла золото на Кубке России и является кандидатом в национальную сборную по пауэрлифтингу. О спортсменке, волевом человеке и просто красавице Светлане читателя узнают, открыв третью полосу издания. Один из старейших нефтепромыслов предприятия «Газпромнефть» Муравленко – это Сутарминское месторождение. Первые тонны углеводородного сырья здесь были добыты 27 лет назад, но и сегодня нефтяники Сутармы не сдают своих позиций. Как удается выжить в нынешних непростых экономических реалиях, какие новые методы применяются на производстве – об этом на пятой полосе газеты рассказывает начальник первого цеха добычи нефти и газа Ленар Хамедулин. Свой первый рейд по торговым точкам активисты общественного проекта «Народный контроль» организовали еще три года назад. С тех пор подобные акции проводятся регулярно. Об итогах очередного рейда по магазинам Муравленко читайте на шестой полосе газеты «Слово нефтяника». Слово нефтяника. Видим все. Говорим главное. На сегодня это все. Прогноз погоды через несколько секунд. Я желаю вам всего хорошего и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 11 октября в Салехарде минус один ветер южный до 10 метров в секунду. В Ноябрьске 4 градуса мороза юго-западный ветер до 2 метров в секунду. В Муравленко 11 октября минус 5 ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова